Дмитрий Рогозин Микроэлектроники, продукции для топливно-энергетического комплекса, авиационного двигателя строения, а также и о перспективах. В первую очередь о проекте «Сфера», который предполагает существенное увеличение российской орбитальной группировки. Главная зависимость, которая существует сегодня у ракетокосмической отрасли, это, конечно, микрорадиоэлектроника. Мы переворачиваем пирамиду и мы делаем так, чтобы у нас холдинг космического приборостроения, по сути дела, стал организатором всей промышленности в части, как раз, собственно говоря, спутника строения. Самая главная тема, как мы понимаем, это развертывание масштабной орбитальной группировки. Сейчас у нас там 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны. Это мало, должны быть тысячи. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов во время своей вступительной речи напомнил собравшимся о том, что Россия не в первый раз сталкивается с подобными вызовами и призвал участников снижать зависимость от импорта. А в качестве примера эффективных решений привел действие руководство Роскосмоса. Роскосмос оказался в лучшей ситуации, чем другие отрасли. Мы не испытываем такого дефицита, как в других отраслях. Вот как живой пример, значит, как правильно и своевременно нужно было потратить те или иные усилия, чтобы уйти от этой зависимости. В саммите приняли участие представители профильных министерств и ведомств, топ-менеджмент российских корпораций Ростех, Росатом, Газпром, а также представители региональных органов исполнительной власти и участники профильных ассоциаций. Продолжение следует...